И в продолжение темы детских дошкольных учреждений в Севастополе эта проблема решена. Осуществовала она четверть века. О том, что все дети от трех до семи обеспечены местами, заявили в региональном департаменте образования. Строительство новых детских садов и реконструкция уже работающих идет не только в городе Герои. Репортаж Виталия Каченко. Вручение путевок в детский сад для трех с половиной тысяч севастопольских семей словно исполнение заветной мечты. Ирина, как и многие родители, очередь занимала сразу после рождения ребенка. При постановке на учет ей прямо сказали, мест нет и не будет. Зайдите перед школой. Когда мы встали на очередь, мы были 9 тысяч и небольшой хвостик, почти 10 тысячные. И, конечно, мы не ожидали, что такое большое количество детей так быстро пройдет. И для нас это приятная неожиданность. Впервые за 25 лет в Севастополе открыли сразу два детских сада на 420 мест. Кроме того, появилась электронная очередь. При Украине у нас вообще садики не открывались новые. Да, у нас не запускались новые детские. Раньше можно было в этой очереди сразу записываться в школу. И очень многие дети даже не попадали в садик. Александр и Светлана переживали, как пройдет первый день сына в детском саду. До 4 лет Андрюша, как и большинство его сверстников, воспитывался дома с бабушками и нянями. Уже через полчаса мальчик полностью адаптировался. У него появились новые друзья. А к вечеру проблема оказалась. Как забрать ребенка домой? Я тут смотрю за медведя, мы его лестовываем, если он будет лечать, которые к нему подходят. Здесь множество спортивных площадок и даже настоящий тренажерный зал для маленьких спортсменов. Группы оборудованы современной мебелью и техникой. А в игровых есть все для занятий творчеством. Дошкольные учреждения отстроили практически заново и в рекордные сроки, меньше чем за год. Вот так они выглядели в украинские времена. Было все ужасно, здесь были руины. Здесь не было ни воды, ни света, ни канализации, ничего. Теперь у нас все новое, все светлое. Россия восстановила детский сад. Очередь от 3 до 7 лет действительно ликвидирована. В 2015 году мы набрали порядка 6 тысяч детей, при всем при том, что выпустили всего-навсего 2,5 тысячи детей в школу. 3,5 тысячи мест мы создали дополнительных за счет открытия новых детских садов. До конца года в Севастополе и в каждом районе Крыма появятся новые дошкольные учреждения. Примерно на 5,5 тысяч мест. Это закроет почти треть от общей очереди на полуострове. В Крыму, чтобы решить проблему с очередями в дошкольные учреждения, приступили к возведению вот таких модульных детских садов. Конструкция, легко возводимая, собирается как пазл буквально в течение 4 месяцев. И уже весной вот этот детский сад Симферополя сможет принять 120 детей. Екатерина переехала из Санкт-Петербурга в Евпаторию полтора года назад. Вопрос с поступлением сына в детский сад решила по-своему. На деньги, вырученные от продажи автомобиля, открыла свой частный сад. Здесь мы все с мужем вместе рисовали, красили, моей девочке мне помогали. Папа наш сделал нам вот такие замечательные панели. Все, что деткам запрещено, здесь у нас можно. Вот, различные замочки для мелкой моторики очень полезно. Идея Екатерины открыть особую группу для занятий с детьми-аутистами стала лучшим социальным проектом в Крыму. Выигранный грант в размере полумиллиона рублей она потратит на оборудование специального класса и открытие еще одного сада – Джанкоя. Виталий Каченко, Сергей Титенко и Павел Силин. Первый канал. Крым. Севастополь.